Тема жилищно-коммунального хозяйства остается самой острой на подобных совещаниях главы региона с руководителями районов и представителями топливно-энергетического комплекса. Застарелые проблемы в отрасли ЖКХ остались еще с советских времен и особенно обостряются, как это часто бывает, перед наступлением зимы, когда сети не выдерживают прямо в отопительный сезон. Сегодня по краю ветхом и варийном состоянии находится в среднем 70% водопроводных сетей и сетей теплоснабжения. Их замена идет очень медленными темпами или попросту сказать, может, практически и не идет. До 5% в год мы обязаны, чтобы модернизация шла. И деньги должны на это быть. В противном случае через 5 лет модернизировать будет нечего. Я считаю, что здесь надо четко понимать, что решать задачу это можно только за счет конституционных соглашений с инвесторами. Концессия – это, по сути, государственно-частное партнерство. Подобные схемы эффективно работают в других областях. По словам Вениамина Кондратьева, сейчас нужно стараться сделать ЖКХ привлекательным для частных инвестиций. Лишь и за счет бюджета вытянуть одну из самых проблемных сфер навряд ли получится. У нас создана такая же комиссия, которая сейчас работает в данном направлении. Поэтому хотелось бы ко всем главам муниципальных образований, в том числе, обратиться, чтобы активизировали работу по разработке схем водо-теплоснабжения, по постановке тех систем ЖКХ водоснабжения, теплоснабжения на баланс у себя на предприятиях, для того, чтобы потом привлекать инвестиции и уже передавать их к консессию. Но чтобы притянуть инвесторов, нужна как минимум работа без долгов перед поставщиками энергии. Сейчас одни из самых крупных задолженностей в регионе – за газ. Как вы в целом оцениваете ситуацию по долгам? Размер просрочной задолженности теплоснабжения в предприятии Края на 1 августа составил порядка 1,9 миллиарда рублей. Сейчас на корректировке находится новый график. Если график будет выполняться, то проблем не будет. Если речь идет о подключении, то не выиграете ни мы, ни вы. Это надо понимать. Поэтому здесь, я думаю, надо совместно работать и находить пути решения, чтобы мы, конечно, Взяли под контроль личный контроль. Возьмите лично вы и докладывайте мне о срыве графика и главы муниципальных образований. Это зона вашей личной ответственности. Я надеюсь и верю в том, что отключения, конечно, не будет. Но, тем не менее, на это надеяться вам нельзя. Лучше поздно, чем никогда. Видимо, по этому принципу к зиме готовятся в департаменте ЖКХ. На совещании выясняется, чтобы закончить подготовку к отопительному периоду, который обычно начинает планироваться уже весной и летом, ведомству нужны дополнительные деньги. Почему понимание должно наступить именно в преддверии осенне-зимнего периода? Что раньше понимание не приходит? Нет, оно есть понимание, но осенне-зимний период, он обычно у нас такой, знаете, напряженный. Хотя сегодня отличить осенне-зимний период... Осенне-зимний период будет напряженным, точнее, в преддверии, если весь год ничего не делать. Но я думаю, что должна быть системная работа, а не акция к акции. Поэтому, когда сегодня вы опять просите деньги в бюджете 200 миллионов, понятно, что они нужны и никто не против. Но почему именно в преддверии осенне-зимнего периода? А что раньше никто это не видел, не ощущал, не понимал, что это нужно делать? В системном режиме, в спокойном режиме. На то, чтобы получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, у районов осталось не больше двух месяцев. Ситуации, как в прошлом году, когда пять муниципалитетов так и не получили документ, повториться не должно. Я не хотел бы сидеть и ждать, и гадать, рванет что-либо где-то или не рванет. Как и вам не советую. И главам муниципальных образований, и руководителям в крае, которые отвечают, и за сферу ЖКХ, и за в целом топливно-энергический комплекс. Потому что за этим стоят люди. Они хотят быть уверены, что у них будет и газ, и электричество, и вода, и тепло в осенне-зимний период. И мы с вами не имеем права подвести ожидания людей. Работу необходимо завершить до 1 октября, чтобы мы четко могли понимать, что мы готовы. И к этому сроку все муниципалиты обязаны, еще раз подчеркиваю, обязаны получить паспорта готовности. В этом сезоне тех, кто не получил паспорта готовности к отопительному сезону, просто не будет. Специалисты ЖКХ с точностью ювелиров рапортуют. Краснодарский край на сегодняшний день готов к отопительному сезону на 64%. Каждый из глав районов и профильных чиновников заверили Венемина Кондратьева. Уж в этом году зима не станет неожиданностью. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...